МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Тимур Мухаммадеев. Программа «Кабинеты все еще в Токио» и вашему вниманию продолжение разговора с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Японии. Альтернативная энергетика, экспо и японское участие, последствия визовых послаблений и атомная энергетика. Об этом и не только разговор с Аклбеком Камалдиновым прямо сейчас. Возвращаясь с вашего разрешения к теме альтернативной энергетики, наверное. Тут как раз хороший повод грядет 2017 год проведения экспо-всемирной выставки. И как раз заявленная эта тема, она, мне кажется, напрямую взаимодействует. В этом ключе, в этом плане, какое видение здесь? Ну, каким образом японская сторона может поучаствовать? Естественно, естественно. Здесь сейчас идут переговоры. Ну, сразу я скажу вас, хочу заверить вас, что Япония будет участвовать. Естественно, не было еще ни одного экспо, где бы Япония не участвовала. Тем более, это для них родная тема. Энергия будущего. Это, опять же, одна из самых технологических развитых стран мира, которая на передовых рубежах по созданию смарт-экономики, смарт-технологий, зеленой экономики. Поэтому они будут участвовать там. В первую очередь, это не просто участие, это же продвижение своих товаров, своих технологий, своих науха, своих инновационных проектов. И поэтому такую площадку японцы просто упустить не могут. Они будут активно вовлечены. Ну, здесь ведь наверняка можно сказать, что к этому-то событию крайне актуальным будет выглядеть вопрос об открытии авиасообщения. Это же тема-то такая уже старинная немного, да? В процессе. В процессе. В процессе. Я надеюсь на благополучное разрешение этого вопроса. Ну, этот вопрос в повестке дня. Вопрос в повестке дня. Нужен. Этот вопрос прямой авиасообщением востребован. Опять же, он идет в связке с привлечением мало-среднего бизнеса. Упрощение, смягчение визовых режимов. С визовых режимов. Мы сделали очень серьезный шаг, предоставив безвизовый режим до 15 дней японцам. Это очень серьезный шаг. И он был очень правильно воспринят японской стороной. Мы надеемся на ответные шаги и работаем над этим. Туристический интерес проявляет? Проявляет. Проявляет. Я вам хочу сказать, что динамика после внедрения этой системы безвизовой по июлю, по августу только по двум месяцам 15% роста. Потому что японцы не любят всякие заморочки. Я вам расскажу случай абсолютно такой личный. Я летел обратно из Казахстана после деловой командировки. Рядом сидел со мной японец. Я читал кое-какую литературу. Он заметил, что я читаю книжку на японском языке и обратился ко мне. Ну, мы разговорились. Я говорю, а вы с какой целью ездили в Казахстан? Он говорит, я узнал в сети, на туристических блогах, что Казахстан объявил безвизовный режим. Я купил билет и поехал. Вот и все. Познание мира. Познание мира. Да, это не байки, я вам реально говорю. Это из моего личного опыта. Ну вот, чтобы, наверное, окончательно понять суть характера и объема сегодняшней вашей работы и взаимоотношений, не могу не спросить о дипломатической части. То есть была известна стратегия у Японии в отношении вообще центрально-азиатских стран, евразийская дипломатия, которая трансформировалась со временем, опять же, исходя из здесь политических событий, из смены политических курсов и так далее. Сегодня что из себя представляет дипломатическая стратегия, внешне политическая стратегия Японии в отношении центральной Азии? Ну, начнем с того, что у нас нет никаких политических проблем с Японией. Никаких абсолютно. Без всяких комментариев. Возвращаясь опять же к той ресурсной дипломатии, ни один уже премьер об этом заявлял. Интерес у Японии в Центральной Азии есть. Серьезный. Сохраняется у стабильного. Да. В нашем случае это очень ценный опыт. У нас наши взаимоотношения не политизированы. Это очень важно. Это вообще настолько важно. Это не мешает развивать экономику. Не мешает развивать наше экономическое сотрудничество. Ну, для развития этих взаимоотношений был создан такой диалог. Он называется «Центральная Азия плюс Япония». В рамках этого диалога проводится большое количество встреч. Он создан относительно недавно, в процессе. Очень серьезные надежды. Вот как раз-то в политической тематике антиядерный диалог, да, и инициативы Японии и Казахстана, они, по-моему, очень созвучны в плане ядерного нераспространения. Ну да. Понятно здесь. Это две страны, которые испытали все ужасы. Представили которых, да, трагически, да. Япония и Казахстан – это, наверное, два уникальных государства, которые испытали на себе все ужасы ядерных катастроф. Мы абсолютно едины в целях, в инструментах достижения. Японские делегации очень активно участвуют в семипалатинском процессе. Недавно был, вы знаете, семипалатинск Невада 25 лет. Очень большая делегация. В прошлом году Казахстан, семипалатинск посетила парламентская делегация. Есть сообщество, называется «Хиросима семипалатинск». Очень активно на уровне, на всех уровнях практически они взаимодействуют, сотрудничают на культурном уровне и на уровне сотрудничества в сфере медицины. Наши ученые семипалатинские проходят стажировки, обучаются. Наши студенты обучаются в медицинских вузах в Японии. То есть спектр очень широкий. Что касается, опять же, сотрудничества в сфере антиядерного движения, мы наладили очень серьезный диалог между главами государства. Президент Назарбоев и премьер-министр Абе продолжают этот диалог активно. Они только в этом году два раза встречались и эти темы обсуждали. Это Милан и Гага? Это Гага Милан. Только в этом году они дважды встречались. Ну вот о темпах-то движения, если говорить, тут наверняка имеет значение и роль национальный менталитет. Очень непростой японский менталитет в понимании, да? Опять же, в нашем понимании. Как вот вам, как вы считаете, удалось понять и постичь японскую душу? Ну, я бы вам так ответил. Ничего непостижимого нет. Должно быть желание, должно быть стремление. Стоят задачи, которые надо выполнять. И мы должны четко понимать, для чего это делаем. Чтобы достичь определенных результатов, мы должны копать глубоко. Вот я бы так вам ответил. Поэтому есть, конечно, определенные наработки. Мы создали хороший плацдарм для продвижения двустороннего сотрудничества. Это круг друзей. В него входят дипломаты, политики, депутаты. Около 40 человек. Это очень серьезные, влиятельные люди. Они прониклись. Их пришлось убеждать, что Казахстан та страна, которая заслуживает вашего внимания. И мы должны работать. Мы заинтересованы друг в друге. Наши экономики абсолютно взаимодополняемы. Вот здесь бы я сказал, что здесь удалось продвинуться. Ближайшая самая задача, над которой вы сейчас работаете, в чем заключается? Вы, ваша команда, посольство в целом? Это визит премьер-министра Абы. Да, в Казахстан. Они абсолютно согласны, что визит назрел. Я в этом году только дважды встречался с премьер-министром Абы. Мы обсуждали этот вопрос. Я уже говорил, что президент Назарбаев и премьер-министр Абы также дважды встречались. У нас есть о чем поговорить. Есть, что обсудить. Поэтому сейчас в повестке дня номером один стоит вопрос организации визита премьер-министра Абы в Казахстан. Я благодарю вас за разговор, за ваши ответы. Вам спасибо. И хочу пожелать вам удачи в делах. Рахмет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова